Так, время практически 9 вечера, на чём мы с вами остановились? Давайте, 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 давайте О противотромбозных препаратах мы с вами говорим Но в начале, прежде чем перейти к противотромбозным препаратам Важно разобраться, и мы уже разобрались, что собой представляет кровь, её физиологические функции Далее, про вязкость крови Мы с вами разбираемся И в связи с вязкостью крови Мне бы хотелось узнать следующее Что вязкость крови зависит от количества форменных элементов и коллоидов белков плазмы О форменных элементах мы уже с вами разобрались Что они могут влиять А теперь о коллоидах белков плазмы Разобрались, что такое белки плазмы Так, а теперь И что антитела представляют собой Это как раз глобулины, природный белок А теперь хотелось бы узнать Насколько белки плазмы И при каких условиях могут повлиять на вязкость крови То есть, есть ли такие состояния, при которых увеличивается количество вот этих альбунинов, глобулинов и фибриногенов Вот так мы с вами продолжаем разбираться Что следует отметить Это то, что количество на содержание форменных элементов И особенность их состава В значительной степени определяют физико-химические свойства крови Значит, удельный вес колеблется Значит, чем больше в крови форменных элементов Тем выше удельный вес крови И, естественно, больше вязкость Наоборот, в случаях относительно низкого содержания форменных элементов Удельный вес крови уменьшается Так как удельный вес жидкой части плазмы в нормальных условиях колеблется И в среднем составляет 1,24 Величина удельного веса плазмы зависит главным образом от растворения в ней белковой соли Концентрация которых относительно постоянно В связи с чем колебания удельного веса плазмы незначительны Ага, важно Не только удельный вес крови зависит от содержания в ней форменных элементов Но и внутреннее трение или вязкость Обычно вязкость крови выражается в относительных величинах Показывающих во сколько раз вязкость крови больше вязкости воды При тех же самых условиях и методах определения Значит, получает выраженность вязкость крови Так, величины вязкости воды в паузах при различных температурах Приведены в таблице 7 Наибольшее влияние на величину вязкости крови оказывает содержание в ней эритроцитов Повышающих вязкость крови по сравнению с вязкостью плазмы В 2-2,5 раза Поверхностное натяжение Или работу, которую необходимо затратить При изотермическом увеличении поверхности жидкости на единицу для ценной крови Меньшее поверхностное натяжение воды Интересные такие данные Химический состав цельной крови, плазмы и сыворотки Сухой остаток и вода цельной крови В 100 мл крови содержится От 18 до 24 грамм сухого остатка И 77-82 грамма воды Главную часть сухого остатка составляют белки эритроцитов В основном гемоглобин На долю которых приходится 13-18 грамм на 100 мл крови Белки плазмы составляют от 3 до 4 грамм на 100 мл крови Приблизительно 1,5 веса сухого остатка крови Минеральные и экстрактивные вещества Около 1 грамма на 100 мл Или около 5 граммов сухого остатка Таким образом в крови содержится приблизительно Столько же воды, сколько и в некоторых других тканях Мозг, сердце, легкие и так далее Следовательно, жидкое состояние крови определяется ее структурой Я думаю, это очень важно Еще интересные данные Белки плазмы и сыворотки крови В 100 мл плазмы и сыворотки здорового человека Содержится более 93 грамм воды Значительную часть сухого остатка составляют белки Общее содержание которых колеблются в плазме здорового человека Около 7,41 грамма То есть от 6,6 до 8,3 А в сыворотке около 7,13 на 100 мл Фракции белков и так далее, так далее, так далее Значит, сейчас меня в связи с этим В связи с вязкостью крови Меня интересует следующее Нормальное содержание белков в плазме крови Нормальное содержание Вот у здорового человека И насколько они могут повышаться При инфекции То есть когда иммунитет разворачивает все свои механизмы Для того, чтобы вырабатывать вот эти антитела То есть эти белки Для подавления инфекции Насколько их может быть больше в крови И повлияет ли это на вязкость или нет Вот мне хочется узнать Соотношение различных фракций белков в плазме Или соотношение крови Крови найдены различными методами Так, солевой метод, солевой метод Так, ага, ага Ну, белки плазмы общие 100 Значит, в 100% на грамм 100 мл 7 граммов 300 миллиграммов Вот так Фибриноген Вот это вот хотелось бы узнать Вернее, не узнать А это все записать Записать Вот это так Ну, ладно Белки плазмы В общем, мы главное заметим 7,3 на 100 мл Запомнили этот показатель Использование различных фракций Белков, плазмы, крови Для тех или иных нужд И вот в частности Особое значение имеют гамма-глобулины Поскольку в эту фракцию Входит основная масса антител Содержащихся во взятой Для функционирования сыворотки Введение гамма-глобулина В качестве источника антител Широко применяется Для лечения и профилактики Многих, особенно детских Инфекционных заболеваний Вот что я хотел узнать Изменение сывороточных белков При заболеваниях Значит, появление тех или иных антител Смотрите, антитела Так При универматической лихорадке Пневмококковой, сцептококковой Или стафилококковой инфекции В крови больных уже через 14-26 часов После начала заболевания Появляется ассореактивный белок Осаждается Так, так, появление у меня Диагностическое значение Так, сцептическим То есть появляются белки Которых раньше не было Так, в некоторых случаях В крови больных Наблюдается резкое увеличение Содержания Макроглобулина Отличающегося Очень высоким Молекулярным весом Этот белок Присутствует в небольшом количестве Здоровых людей До 4% всех белков Ага Вот Вот И То, что я хотел узнать В крови больных Содержание его Может достигать 80% И так Заостряю Это очень важно Значит В сыворотке Присутствует Ну, один из белков Который Из антител Который вырабатывается На тот или иной вид инфекции Будем так говорить Значит Резкое увеличение С 4% До 80% Это В 20 раз То есть Вот такие показатели Резкое увеличение Как раз И влияют На Вязкость крови Меняя ее характеристики Значит Уменьшение Общего содержания Белков Сыворотки Наблюдается При белковой Недостаточности И может иметь Существенное Значение Для Развития Ряда Заболеваний А вот Для целого Ряда Заболеваний Связанных С общим Воспалением Инфекционные Заболевания Это Наш Случай Туберкулез Ревматическая Лихорадка Хронические Полиэтриты Другие Характерны Следующие Три стадии Первая Стадия Острого Воспаления При которой Уменьшается Содержание Альбумина И заметно Возрастает Содержание Альфа Глобулина Содержание Гамма Глобулина Может Не Меняться Вторая Стадия Начинающаяся С увеличения Содержания Гамма Глобулина Содержание Альфа Глобулина Может Вернуться К норме Или Оставаться Выше Него Третья Стадия Хронического Инфекционного Заболевания Сопровождающаяся Заметным Увеличением Содержания Бета Глобулинов И Гипо Альбуминемией Содержание Альфа И бета Глобулинов Может Быть Нормальным Сильно Удлинение Этой Стадии И Прогрессирующее Увеличение Содержания Гамма Глобулинов Служит Основанием Для Неблагоприятного Прогноза Еще раз Сильное Удлинение Этой Стадии И Прогрессирующее Увеличение Содержания Подчеркиваю Бета Не бета А Гамма Глобулинов Служит Основанием Для Неблагоприятного Прогноза Наблюдаемое При инфекционных Заболеваниях Увеличение Гамма Глобулинов Далеко Ни во всех Случах Связано С нарастающим Содержанием Специфических Антител Против данного Заболевания Часто Связано С увеличением Количества Неспецифических Гамма Глобулинов Содержание Которых Может Расти Даже На фоне Снижения Уровня Специфических Антител Написал Гурвич В 1955 Году Значит По увеличении Содержания Альфа Глобулинов Судят Об Очередной Вспышке Туберкулезного Процесса При вирусном Гепатите Наблюдается Увеличение Содержания Бета Глобулинов И Частично Альфа Глобулинов В отличие От этого Цирроз печени У многих Случа Сопровождается Резким Увеличением Содержания Гамма Глобулина Которого Может Стать Больше Чем Альбумина Для Нефроза Характерно Характерно То что Бета И альфа Глобулинов Содержания Резко Возрастает Ну посмотрим Может Что еще Выявим Ну вот Для меня Что касается Вязкости крови Было очень важно Узнать Повышение Антител Приводит к тому Что возрастает Вязкость крови Раз Вязкость крови Возрастает То это уже Есть Предпосылки Для Того Чтобы Чтобы Начался Происходить Тромбообразовательный Процесс То есть Мы для себя Выяснили Наличие Увеличения Антител И Вязкости крови Как это Соотносится Теперь Теперь Можно Уже Переходить К Тромбообразованию Но Хотелось бы Еще Немножечко Покопаться Может Еще Что Обнаружится Интересное Продолжим Исследование Дальше Отметим Содержание Небелкового Азота В цельной Крови И плазме Почти Одинаково И у здоровых Людей Составляет 25-35 Мг Процента Оно Повышается При Ради Заболеваний И В частности При Некоторых Инфекционных Заболеваниях Ясно Да Значит Резко Повышение Содержания Небелкового Азота Выше Пределов Нормы Обозначается Азотемией А резко Выраженное Повышение То есть Еще Больше Уремией В последнем Случае Содержание Небелкового Азота Может Достигать 300 И более Миллиграмм Процентов То есть Практически Увеличивается В 10 раз Это влияет На Вязкость крови Конечно Влияет То есть Как только Инфекция Значит Все это Влияет Продолжение следует Продолжение следует